75-летний житель Постаргомского района много лет страдал сердечной недостаточностью. Постоянные боли, регулярные визиты к врачу, многочисленные уколы и таблетки. Все это не давало ехшему роду Давронову вернуться к здоровой жизни. Кардиологи поставили точный диагноз и рекомендовали немедленно сделать операцию на сердце, которую до недавних пор проводили только за границей и за большие деньги. Пожилой мужчина признается, что не переставал надеяться на лучшее, продолжал бороться с болезнью. И не зря. Я перенес очень сложную операцию. Это не шутки. Радует, что отечественная медицина развивается день ото дня. Я от всего сердца благодарю нашего президента за то, что он уделяет столь пристальное внимание сфере и дает своему народу возможность прооперироваться у себя в стране. Мне сделали операцию здесь, в Самаркандской области, не где-то там за границей, даже не в Ташкенте. Это говорит о том, что система здравоохранения Узбекистана динамично развивается. Честно признаюсь, я не думал встретить Новый год в кругу семьи. Слава Всевышнему! Я жив и здоров, рядом с детьми и внуками. Я безумно счастлив. Здоровье самое ценное, что есть у человека. Это настоящая драгоценность, подаренная нам природой. Да, действительно. Медицина в Узбекистане не стоит на месте. За последние годы она заметно улучшилась. В стране начали проводить высокотехнологичные операции с внедрением передового опыта и использованием современных технологий. И, безусловно, успешное проведение подобных сложных хирургических вмешательств возвращает человека к здоровой жизни. В этом году отцу исполняется 75 лет. Вместе с мамой они воспитали семерых детей. Дали им образование, помогли встать на ноги. После смерти мамы отец стал нашей единственной опорой. Когда он заболел, мы все сильно переживали. Слава Богу, операция прошла удачно. Мы рады, что папа с нами и безгранично благодарны правительству, руководителю страны за такую поддержку, заботу и внимание. Сложные испытания в своей жизни перенес также и 27-летний Самар Хамдамов, житель Ургутского района. Почти три года молодой мужчина страдал хронической почечной недостаточностью. Благодаря медицинской страховке и поддержке государства ему пересадили здоровую почку от родственного донора, которым стал его отец. Благодаря усилиям нашего президента подобные высокотехнологические вмешательства теперь проводятся в нашей стране. Мы очень обрадовались, когда узнали, что трансплантацию почки можно выполнить в Самаркандской области. Это очень удобно, поскольку не придется выезжать за пределы республики. Операция прошла успешно. Мусынным чувствуем себя хорошо. В уходящем году 4150 пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных оперативных вмешательствах, прошли качественное медицинское лечение. Сложные операции по разным заболеваниям перенесли 287 больных. А уже в следующем году, по прогнозам, число подобных операций удвоится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова